4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Сегодня в Республиканском онкологическом диспансере прошел первый межрегиональный медико-пациентский форум «Вместе мы сможем». Онкологические заболевания были известны еще в Древнем Риме. Гиппократ дал им название «канцер», что в переводе означает «рак». Сегодня им заболевают около 6 миллионов человек в год. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от рака будет продолжать расти. И к 2035 году может достигнуть 24 миллионов случаев. И связано это, представьте, не только с ухудшением здоровья народа-населения. Мы регистрируем улучшение демографической ситуации. У нас растет средняя продолжительность жизни населения. Мы стали дольше жить. Доживаем до 71 года в среднем. И это тоже приводит к тому, что увеличивается число пожилого населения, долгожителей. То есть ряд людей просто доживает до рака. Если смотреть уже на страны европейские и обратиться к ним, то там на первом месте в структуре смертности уже выступают именно онкологические заболевания. Однако и медицина не стоит на месте. Многие виды канцера стали излечимы. И тысячи людей, для которых раньше этот диагноз звучал как приговор, обрели надежду. Сегодня в Чувашии таким людям оказывают не только медицинскую, но и морально-психологическую помощь. При онкодиспансере работает Центр поддержки женщин с онкологическими заболеваниями ради жизни, куда могут обращаться как пациенты, так и их родственники. Это далеко не единственная общественная организация, принимающая проблемы онкобольных близко к сердцу. Мы же этот день не празднуем. Мы собрались все вместе бороться, защищать друг друга, себя, чтобы у нас жизнь была с каждым днем ярче и светлее. 43% раковых заболеваний можно предотвратить, следуя простейшим правилам, считают специалисты. Отказаться от курения, вести активный образ жизни, правильно питаться. Это истина, которую мы, в принципе, все с вами знаем. Может быть, временами не уделяем такого большого внимания ей, но это реально. Только профилактика может приостановить дальнейшее развитие заболевания. И главное, о чем необходимо помнить, никто не должен любить человека больше его самого. Будьте внимательны к своему здоровью. При первых признаках, при малейшем подозрении пройдите обследование. Дайте врачам возможность помочь вам. Елена Гальперина, Татьяна Трофимова, Расиль Мухаммедов, Республика.